Добрый всем день! Сегодня у нас 3 января 2023 года. Я продолжаю свой видео дневник. Мы вышли с Норой прогуляться. Вчера, я сказала, очень многие заметили 2022 год, а я даже этого не заметила. Хотите верьте, хотите нет. То есть немного еще возвращаемся в прошлый год. Не знаю, как это назвать. Не можем перестроиться, но ничего, я привыкну, что уже Новый год, новая жизнь. Вышли с Норой. Не снимай меня, не снимай. Пойдем прогуляемся. Сейчас новогодние праздники, а она категорически отказывается выходить на улицу, постоянно сидит дома. Поэтому я решила сделать такой ей небольшой сюрприз прогулку. Она кричит, лучше бы я поспала. Ну а я считаю, что лучше прогуляться. Подышать свежим воздухом. Она последние теплые денечки. Мы идем. Сирена орет, шубешенная. Ну, это или скорая, или полиция, не знаю, что-то едет. Или пожарная. В общем, последние теплые денечки перед морозами. И мы обязательно проведем их с пользой. Хотела взять с собой замирана. Нора говорит, тогда иди без меня. В общем, Нора, сестань ровно. Сейчас мы перейдем через дорогу, потому что я занята и съемками, и переходом. Че ты вырываешься? Че ты меня обриваешься? А че ты вырываешься? Мне не пять лет, чтобы меня за руку везти через дорогу. А мне не пять лет, чтобы меня за руку везти через дорогу. Понятно? Да. Подростки, они такие, да, Нора? Я не подростка. В общем, мы пойдем сейчас, или куда-то пройдемся, не знаю, может быть, в парк, может быть, нам еще надо будет в магазин зайти, и возьмем вас с собой. Нора орет, не смей меня снимать, ни в коем случае убегает. Ну, тогда я вам буду снимать сегодня себя, но вы только представьте, представьте, что как бы Нора, она со мной, Нор, пощай выше. Мы идем выше. В общем, мы... Я чуть не убилась, но ладно. Нора сейчас вспомнила, как мы ходили на Хеллоу, блин, я говорю, расскажи все тоже. И что? И что было? Я не хочу. В общем, она жалеет, сейчас вспомнила мирную жизнь, как все было хорошо. И ходили в кино, она там хотела себе купить маску, тогда не купила, считала, да, потом еще куплю. А сейчас, когда уже не купишь, купить негде, то, конечно, немножко расстраивается. Все равно, конечно, мы вспоминаем, как все было и как сейчас. И грустно, грустно становится от этого. Походили, походили, у Норы заболела нога. И почему мы не пошли в парк? Во время, когда мы вышли, у нее начала болеть ножка. И мы приняли решение в парк не идти, немножко пройтись по торговому центру, вблизи дома. И сейчас пойдем домой. Нам еще надо купить сметану. Пока что присели отдохнуть. Нора кому-то что-то пишет в телефоне. Ты можешь ровно сесть? Да блин, у меня пояснилось. Скажите, вот у вас бывает такое, что дети, вот ты хоть их убей, они горбатятся и все. Я не знаю, это или возрастное, или нужно палкой по спине бить. Я не знаю, как с этим бороться. Если у кого-то такое есть, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, потому что меня это уже начинает пугать. Молодый по спине. Мне кажется, что я ходила всегда ровно. Возможно, мне только кажется. Да блин, у меня болит спина, оставит мне. Ну, а так она потому и болит, потому что ты горбачишься. Да ничего ты меня снимаешь. Я думала, повитрано, тревога до побачения. Нам еще надо успеть зайти в продукты. Сейчас мы побежим. И хотела вам еще сказать, вспомнила по поводу обстановки. Часто меня спрашиваете в комментариях, расскажи, что да как. Я в основном рассказываю о себе, а вам интересно об обстановке в городе. Так вот, сейчас, находясь в торговом центре, сегодня 3 января, я вам могу сказать, что людей очень много. И люди ходят, покупают очень много одежду, косметику. В ювелирных отделах тоже очень много людей. Я не знаю, возможно, это еще до сих пор покупают подарки. Ну, то есть, находясь в торговом центре, вообще нельзя сказать, что идет какая-то война. Все прекрасно, все отлично. И здесь уже, во-первых, этот торговый центр сильно пострадал в марте месяце. Но сейчас его уже отреставрировали полностью. Все этажи, и они все работают. Даже кинотеатр работает. И, ну, повторюсь еще раз, находясь здесь, ты вообще не ощущаешь, что идут какие-то боевые действия. И люди спокойно, что-то... Сейчас, мы уйдем отсюда. Ну, вот даже сейчас подошли люди, мы сидели на лавочке возле отдела с косметикой. Подошли люди, мы не смогли, я не смогла доснимать видео, сейчас вам доснимаю. Мы там просто помешали уже продавать косметику девушке. Так, сейчас, прежде чем мы опустимся за продуктами, я скажу пару слов. Люди вообще с легкостью расстаются с деньгами, что-то покупают, отовариваются, людей очень много. Но, выскажу свое мнение, я за период войны, наверное, практически ничего не покупала из одежды. Мне кажется, сейчас не то время, чтобы вот так вот бездумно сорить деньгами. И мне кажется, что даже если как-то что-то лишнее, то лучше потратить с умом на какую-то помощь, благотворительность и так далее. Или какие-то необходимые такие вещи, которые будут важны в условиях войны. Потому что, столкнувшись с 2022 годом, для меня лично предметы гардероба потеряли вообще. И не только предметы гардероба, и очень многие вообще предметы потеряли какую-либо ценность. И в сравнении с человеческой жизнью, это ничто. Но, с другой стороны, если посмотреть на это, со стороны поддержки экономики страны, то, конечно же, когда люди ходят и покупают какие-то товары, то это поддержка экономики в стране, поддержка продавцов, поддержка определенных фирм, предприятий, ЧП и так далее. Поэтому, ну, это, конечно, должно быть, но мне кажется, все должно быть в разумных пределах. Бездумно сейчас покупать все, что видишь, это тоже глупо. Надо ко всему подходить с умом и находить золотую середину. Вышли, купили такую сметанку и молочко. И я вам хочу сказать, что я прервалась снимать видео, я вдруг поняла, что последнее, вот там, где я вам рассказывала, там, про траты денег, и, возможно, это важно для экономики страны, на фоне была музыка. Я сейчас попробую выставить видео. Но если опять будут авторские права, то видео придется... Чего поплачь, видео просто придется удалить. Я думаю, вы уже замечали, когда я выставляю видео. А потом я удаляю. И все такие, что случилось? Почему ты удалила видео? Ну, так бывает, так бывает. Ладно, мы побежали, нам надо деточку кормить. Вам всем хорошего дня. Если в парк пойдем, если нора дойдет, то сниму. Сниму еще сегодня видео вам.